здравствуйте дорогие ребята рада видеть вас на уроке биологии и мы с вами изучаем процессы жизнедеятельности на предыдущем уроке мы с вами изучили процессы обмена веществ выделение продуктов обмена транспорт веществ а сегодня мы с вами изучим также один из важных процессов размножения а также такой процесс как опыление который напрямую связан с размножением начнем и так ребятки что такое бесполое размножение что такое вегетативное размножение у цветковых растений что такое опыление как эти процессы связаны между собой давайте найдем с вами ответы когда мы начали изучать размножение вы узнали что существует два способа размножения это половое и бесполое а также вы выучили термин вегетативное размножение растений и так ребята чем отличаются и где сходство между этими процессами между половым и бесполым посмотрите на эту таблицу что вы видите вы видите бесполы и видите половые клетки со знаком который обозначает что при бесполом размножении половые клетки не участвуют а в половом размножении участвуют половые клетки они бывают разные зависимости от растений или от животных посмотрите ребята родители знак равно и дитя или поколение вы видите что при бесполом размножении особь получившиеся в результате этого процесса точная копия материнского организма а вот при половом размножении может быть наоборот ведь мы с вами похоже на папу на маму но не являемся их точной копии вот так же происходит и при половом размножении бесполое размножение может быть разное я хочу начать с очень интересного процесса который называется почкование наверное вы знаете что такое слово почка когда наступает весна и на растениях появляются почки вот поэтому этот процесс назвали почкование посмотреть вот здесь вы видите дрожжи как вы помните дрожжи это грибы и вот у одноклеточной дрожжи начинает появляться бугорок который растет увеличивается в размерах потом следующий бугорок и образуется вот такой почкующийся организм и каждая такая клетка ребята может жить самостоятельно этот процесс называется почкование вот то животное которое вы видите на экране называется гидра пресноводная она обитает в пресных водах и точно также на ее теле появляется бугорок который растет увеличивается потом появляются щупальца а затем вот этот бугорок увеличивается постепенно затем когда появляется рот он отделяется от материнского организма и ведет самостоятельный образ жизни этот процесс называется почкование как делится одноклеточные организмы одноклеточные организмы а в частности простейшие делятся способом деления пополам посмотрите что вы видите на изображении вы видите как клетка начинает вытягиваться в размере и делится либо поперечно либо продольно как вы видите эвглена зеленая делится продольно обратите внимание продольно а вот амеба от того что она не имеет постоянной формы тел она делится в любом направлении вы наверное замечали когда гуляли по даче по просторам наша великой страны замечали что существует так называемые папоротники у которых в определенный весенний период на нижней стороне листьев образуется вот такие образования внутри которых созревают спор ребята споры это одна клетка из которой образуется новый организм значит есть растения которые размножаются при помощи спор это папоротники это мхи это некоторые водоросли грибы размножаются при помощи спор посмотрите ребята что вы здесь видите вот мох который называется кукушкин лен когда споры созревают коробочка крышка коробочки отпадает открывается и споры высыпаются наружу и спор вырастают новое растение и так ребят давайте проверим свои знания посмотрите внимательно здесь необходимо выбрать ошибочное утверждение прочитайте размножение характерное свойство всех живых организмов это верное свойство верное утверждение конечно ставим плюс давайте продолжим цветок вегетативный орган есть ошибка конечно цветок это не вегетативный орган цветок это генеративный орган и вот так ребята вы должны открыть учебник открыть тему бесполое размножение и выполнить до конца все задания. Вегетативное размножение, ребята, это размножение от слова вегетативные органы. Значит, размножение при помощи вегетативных органов. А вы помните, что вегетативные органы – это корень, стебель, лист, а также видоизменение корня стебля. Давайте разберемся. Посмотрите на экран. Что вы здесь видите? Наверное, вы узнали и увидели, поняли, что здесь мы видим усы земляники, а здесь мы видим клубень картофеля, которая является видоизменением стебля. Дальше мы видим луковицу у чеснока, у тюльпана, а также растущее горизонтальное изменение, видоизменение побега корневища. Значит, ребята, вот этими органами, которые вы видите на изображении, растения могут размножаться. Я предлагаю вам весной поехать на дачу и заняться размножением, ведь это сделать очень легко. Вы можете сами размножить черенками растений. Что такое черенок? Это стеблевой черенок, но желательно брать стеблевые черенки у растений, которому не менее трех лет. Вы срезаете, обязательно соблюдаете тонкий срез, обязательно оставляете почки, а затем появляются вот такие предаточные корни. Посмотрите, ребята, вот это виноград, это черенки винограда, которые можно срезать, поставить во влажную почву и через определенное время появятся предаточные корни. Так что вперед на дачу и сажаем растения. Растения могут размножаться с помощью клубни, как вы заметили. Вот картофель, его можно поделить на несколько частей и на каждой части оставить глазки, углубления или выпячивания. И тогда из каждой такой части разовьется новое растение. А также, ребята, корневище. Корневище – это горизонтально растущее видоизменение побега. Вот многие растения размножаются корневищем. Вы знаете, что многие сорняки размножаются корневищем. И когда вы вырываете из земли сорняк, чтобы он дал возможность расти культурным растениям, то он продолжает расти. Почему, ребята? Потому что он размножается корневищем. Вы удаляете надземную часть, а корневище остается, следовательно, от него вырастают новые побеги. Значит, когда удаляют сорняки, их нужно удалять вместе с корневищем. Итак, ребята, продолжим. Растения могут размножаться также луковицами и клубни луковицами. Запомните название растений. Если вы опять-таки занимаетесь или смотрите, как ваши родители, бабушки, дедушки высаживают растения, то вы наблюдали, что тюльпаны, нарциссы, лук, чеснок размножают при помощи луковиц. А также, ребята, клубни луковицы я вам показывала шафран. Растения, которые используем мы и в кулинарии, его размножают клубни луковицами. Ребята, есть очень интересный способ размножения, который называется прививка. Но о чем вам говорит это слово прививка? Конечно, слово прививка мы используем и в медицине, и в ботанике, когда говорим о размножении растений. Посмотрите, что здесь вы видите. Вы видите, как взяли одно растение, сделали надрез на одной части и вставляется другое растение. Ребята, растение, которому прививают, которое укоренено в земле, называется привой. А которое прививают, часть растения хотят, которое привить, называется привой. Итак, часть растения укорененная называется подвой, а ту часть, которую прививают, вот эта тонкая, называется привой. Ребята, прививку используют для того чтобы получить новые качества скрещивают разные растения и получают очень интересные побеги но как же происходит этот процесс и что предшествует размножению растений предшествует процесс опыления ребята что такое опыление перенос пыльцы вы знаете что пыльца образуется в тычинке перенос пыльцы из тычинки на пестик называется опыление я показала вам сейчас изображение когда насекомые садятся на цветок и как вы видите пыльца застревает между ножками насекомых это один из примеров но опыление может быть разное может быть перекрестное а может быть самоопыление как вы видите на изображении перекрестное опыление это перенос пыльцы с одного цветка на другой а самоопыление ребята происходит когда перенос пыльцы осуществляется в пределах одного цветка значит при самоопыление и тычинка и пестик должны развиваться и созревать одновременно тычинка должна находиться выше пестика чтобы пыльца попала при созревании такие растения как хлопчатник томат у них происходит самоопыление а вот перекрестное опыление бывает разным ребят перед перекрестом опыление вы видите пыльца попадает с одного цветка на другой цветок как осуществляется перекрестное опыление это может при помощи насекомых при помощи ветра а также есть такое название как искусственное опыление которое осуществляется при помощи человека посмотрите ребята внимательно на изображение опыление насекомыми какие растения опыляются насекомыми какие у них должны быть цветки как вы видите посмотрите внимательно вот пчела которая садится на цветок чтобы полакомиться нектаром и у нее на лапках застревает пыльца пыльца шероховатая крупная цепляется за шерсть животных для чего для того чтобы когда пчела перенеслась на другой цветок пыльца перенеслась на рыльце пестика сами цветки яркие красочные имеют крупные околоцветник для чего для привлечения насекомых приятно пахнут вот ребята в таких цветках которые вы видите на изображении осуществляется опыление насекомыми но не только насекомыми опыляются растений очень много растений опыляется при помощи ветра как этот процесс происходит ветер разносит пыльцу на большие расстояния пыльца какая должна быть ребята она должна быть воздушная легкая мелкая и ее должно быть много чтобы она имела возможность попасть в большом количестве на растение значит такие цветки ребят не имеют запаха и нектара потому что им не нужно привлекать насекомых пыльца много пыльца легкая сухая тычинки имеют длинные тычиночные нити ребята и таким образом в результате процесса перекрестного опыления ветром насекомыми и искусственного опыления происходит перенос пыльцы с одного цветка на другой искусственное опыление осуществляется человеком когда человек высаживает растение и допустим наблюдаются условия при которых нет ветра значит человек должен помочь растениям они производят определенные манипуляции и опыляют таким образом растение или выпускают на поля большое количество насекомых которые также опыляют данные растения и так ребята давайте с вами решим задание посмотрите внимательно что вы видите насекомые опыляемые растения ветра опыляемые растения самоопыляющиеся растения посмотрите прочитайте что здесь написано цветки мелкие невзрачные околоцветник плохо развит у каких растений конечно у ветра опыляемых растений наблюдается данное свойство второе в цветках находится нектар для каких растений конечно для насекомо опыляемых растений характерен нектар пыльца крупная имеет поверхность с выростами это тоже относится к насекомо опыляемым растениям ну а дальше я думаю вам будет интересней я думаю вы сейчас обязательно откроете учебник и выполните задание для того чтобы закрепить свои знания ребята запомните повторение это очень важный процесс когда вы можете закрепить свои знания ведь не сегодняшний урок а все уроки биологии связаны между собой поэтому откроете учебник начинайте выполнять упражнение я вам желаю удачи берегите себя до свидания до новых встреч здравствуйте дорогие ученики 6 класса наша сегодняшняя тема смена дня и ночи и смена времен года давайте перейдем к первому слайду здесь вы видите различные рисунки на них указана жизнедеятельность растений и животных и перед нами вопрос какие изменения в жизни растений и животных изображены на данных рисунках мы видим с вами как раскрывается цветок жизнедеятельность дневного и ночного времени совы значит какому выводу мы можем с вами прийти чем вы можете объяснить эти два явления конечно же сменой дня и ночи давайте внимательно посмотрим данный видеоролик здесь вы отчетливо увидите как день сменяется ночью и и и Ребята, смена дня и ночи происходит за счет вращения земли вокруг своей оси. Давайте выполним с вами небольшую деятельность и тем самым поймем, как же этот процесс происходит. Для этого возьмем глобус, как указано на фотографии, и фонарик. Что мы должны с вами сделать? Мы должны с вами в первую очередь осветить фонарем город Баку. В этот момент в Баку у нас полдень. На противоположной же стороне мы находим город Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе у нас в данный момент будет полночь. Если посмотрим на следующий слайд, здесь же в это же время, не поворачивая глобус, мы находим город Токио и находим Кубу. В Токио у нас будет вечер, а на противоположной стороне Токио, то есть в Кубе, будет утро. Отсюда мы можем прийти к такому выводу, что время в разных городах, в разное время у нас абсолютно различное. Чем же это обуславливается? Это обуславливается, конечно же, тем, что Земля вращается вокруг своей оси и сменой дня и ночи. А в каком же направлении вращается Земля, тоже можем определить именно после данной деятельности. Если вы заметили, города, которые находятся восточнее города Баку, здесь время опережает время в городе Баку. А города, которые находятся западнее, здесь время отстает от времени в городе Баку. Тем самым мы можем сделать вывод, что Земля на самом деле вращается с запада на восток. Полный оборот вокруг своей оси Земля совершает за 24 часа. Это мы называем весь этот период сутками. Суточное вращение Земли вокруг своей оси – это ритмичный процесс. От этого зависит достаточно большое количество явлений, жизнедеятельных животных и растений. Под этот ритм подстраивается вся живая природа, не только люди, но и животные, и растения. Вращение Земли вокруг своей оси, как мы уже сказали, приводит к смене дня и ночи. Но не на всех зонах, то есть не на всех широтах смены дня и ночи ее продолжительность одинакова. То есть, к примеру, если взять экваториальные широты, здесь смена дня и ночи в течение всего года равномерна. Но если мы будем продвигаться выше от экватора к полюсам, здесь уже чем ближе к полюсам, тем разница между длительностью дня дневного времени и ночного времени будет меняться. К примеру, при полярных широтах у нас в основном наблюдается полгода день, полгода ночь. Это, конечно же, зависит от, опять-таки я говорю, положения, от широты расположения того или иного объекта. Теперь посмотрим внимательно на данный глобус. Как я уже прежде сказала, на примере деятельности отметим несколько городов и на примере посмотрим, как же меняется время в зависимости от вращения Земли вокруг своей оси. Возьмем три точки. Точка А, точка В и точка В. Как мы уже с вами сказали, если точка находится восточнее от определенного города, то здесь время опережает время данной точки. Значит, если в точке В будет время 13.00, то в точке В время будет 14.00, а в точке А 15.00. Таким образом мы видим, что вследствие вращения Земли вокруг своей оси, а именно с запада на восток, время меняется именно в таком вот порядке. Теперь постараемся применить полученные знания и выполнить такое вот задание. Здесь тоже указаны различные города, даны в Риме. 11.00 в Риме, в Стамбуле 13.00, в Баку 15.00, в Ташкенте 17.00 и в Урумчи 19.00. Нам с вами нужно найти эти города на политической карте и определить, какие из них находятся восточные, какие западные от города Баку. Тем самым мы сможем ответить с вами на эти вопросы. В каком городе время опережает время в Баку, в каком отстает. Мы уже с вами и по времени видим, и по местоположению данных городов видим, что в Ташкенте и в Урумчи время опережает время в городе Баку, а в Стамбуле и в Риме время отстает от времени в городе Баку. Земля вращается не только вокруг своей оси, но и вокруг Солнца. Давайте с вами еще изучим следствие вращения Земли вокруг Солнца. Но прежде выполним такую деятельность. Значит, здесь вам дан глобус, угол падения солнечных лучей на разных широтах. И нам нужно сравнить с вами угол падения солнечных лучей на земную поверхность и подумать, почему на территориях вдоль экватора температура воздуха высокая, а на полюсах, наоборот, низкая. Ну, давайте посмотрим на глобус. Мы видим, что здесь угол падения солнечных лучей равен 90 градусов. Дальше, когда мы уже продвигаемся к тропикам, здесь угол падения солнечных лучей равен 60 градусов. И уже выше, где у нас полярный круг, здесь угол падения равен 20 градусов. Уже мы отсюда можем с вами понять, что наибольшее количество тепла, конечно же, у нас попадает на экваториальную зону. Чем же это обусловлено? Посмотрим сюда внимательно. Значит, мы сказали, что Земля вращается не только вокруг своей оси, но и вокруг Солнца. Земля вращается вокруг Солнца по определенному пути, который мы называем ее орбитой. Также Земля, помимо того, что она шарообразна, она еще наклонена к плоскости орбиты под углом 66,5 градусов. Ребята, это и обуславливает то, что на разных точках Земли температура разная. То есть количество солнечных лучей, получаемых на поверхности Земли здесь абсолютно разное. А ее угол наклона еще приводит к тому, что здесь сменяются сезоны года. Теперь посмотрим внимательно на данный слайд. Здесь указаны различные положения Земли. Давайте посмотрим, начиная с июня месяца. 22 июня. Земля наклонена в сторону Солнца. Ее северная часть освещается Солнцем. 22 июня. Здесь день летнего солнцестояния. Солнце освещает под углом 90 градусов именно северный тропик. А в южном полушарии зима. Дальше посмотрим. 23 сентября. День осеннего равноденствия. Здесь уже Солнце освещает и северное, и южное полушария одинаково. То есть и в северном, и южном полушарии одинаковое количество попадений солнечных лучей. Дальше посмотрим следующий пункт С. Здесь у нас 22 декабря, день зимнего солнцестояния. Как вы видите, Земля наклонена в сторону Солнца своей южной стороной. То есть Солнце в зените над южным тропиком. Дальше посмотрим. Пункт Д. Это тоже день равноденствия, но уже день весеннего равноденствия. 21 марта. Опять-таки Солнце освещает и северное, и южное полушария одинаково. День равен ночи. Какие сезоны будут в южном полушарии для каждого из приведенных на схеме положений на Земле? Ответим на этот вопрос. Мы уже сказали, что если 22 июня день летнего солнцестояния в южном полушарии будет зима. 23 сентября день осеннего равноденствия. Значит, у нас мы сказали день равен ночи. 22 декабря день зимнего солнцестояния в южном полушарии будет лето. И опять-таки день весеннего равноденствия точно так же, как и в день осеннего равноденствия. День равен ночи. Здесь у нас весна. Когда у нас весна, в южном полушарии осень. Когда в северном полушарии осень, в южном полушарии весна. То есть все противоположно. Теперь выполним данное задание, проверим свои знания и исправим неверные выражения. В результате вращения Земли вокруг Солнца происходит смена дня и ночи. Нет, в результате вращения Земли вокруг своей оси. Дальше. В день весеннего равноденствия северное полушарие получает от Солнца больше тепла и света. Нет, в день летнего солнцестояния. Значит, это мы подчеркиваем. Пишем летнего солнцестояния. И последнее наше задание на сегодня. У нас перед нами ключевые слова и текст, который мы с вами должны запомнить. Каждое ключевое слово пронумеровано. Посмотрим. Земной шар вращается вокруг своей оси. Находим ось вращения. Пишем 7. Полный оборот он делает за 24 часа. Время обороты называют сутками. Пишем цифру 8. Земной шар вращается с запада на восток. Пишем цифра 9 и 10. В пунктах, расположенных к, посмотрим дальше, что нам дано, время опережает время в боку. Если опережает, значит к востоку. Значит, опять-таки пишем 10. А в пунктах, расположенных с западнее, отстает. Тоже цифра 9. В результате вращение Земли вокруг Солнца происходит сезон и года. Сменяются сезоны года. Смотрим времена года. Пишем 3. 22 июня называют день летнего солнцестояния. Находим здесь летнее солнцестояние. Пишем 2. 22 декабря день зимнего солнцестояния. Находим зимнее солнцестояние. Пишем 1. 21 марта, 23 сентября называют соответственно день весеннего и осеннего равнодействия. Это у нас получается цифра 4 и цифра 5. Ребята, на этом все. Не забывайте после урока обязательно читать тему, выполнять задания в конце каждой темы и каждый раз повторяйте предыдущие темы. Всем спасибо за внимание, берегите себя и до следующего раза. Добрый день, дорогие ученики. Добро пожаловать на урок информатики. Сегодня мы с вами продолжим изучение четвертого модуля. Тема пятая и шестая называется создание презентации. Давайте вспомним, какие типы слайда вы знаете и как эти слайды отличаются друг от друга. Есть титульный слайд, основной слайд и финальный слайд. На титульном слайде мы указываем название презентации, имя автора, дата создания презентации. На основных слайдах мы указываем основную информацию. Можем добавить туда картинку, схему, видео, изображение. А на финальном слайде, финальный слайд, он завершает презентацию. Можем содержать заключительный текст, такой как приглашение или благодарность за внимание. А также можно указать какую-нибудь картинку. Посмотрите на этот слайд. Давайте разберем, можно ли его использовать в презентации. Что на нем показано хорошо, а что плохо. Если вы почитаете этот текст, то увидите, что здесь говорится о машинном обучении. Здесь у нас есть картинка, она соответствует нашей теме. И также есть заголовок. Но, посмотрите, у нас слишком длинный заголовок и слишком много текста. Как же это исправить? Вот посмотрите еще раз на этот слайд и подумайте, как можно исправить этот слайд. Для начала надо разбить информацию на несколько слайдов. Выбрать одну главную идею для слайда и по ней составить заголовок, а также подобрать картинку. Если мы изменим слайд, он будет выглядеть вот таким образом. Какие способы структурирования информации вы помните? Давайте посмотрим. Мы можем представить текст в виде схемы, в виде списка и в виде таблицы. Схема показывает взаимосвязь объектов. Список перечисляет ограниченное количество объектов. Мы можем использовать маркированный список, а также нумерованный список. Таблица показывает связи между понятиями и их свойствами, распределив данные по однотипным столбцам и строкам. Давайте посмотрим, какой способ лучше подойдет к этому тексту. Чем можно заменить этот текст? Таблицей, схемой или списком? Если мы прочитаем текст, то мы увидим, что здесь дается информация о том, как умножить или разделить десятичечную дробь на 10. Посмотрите, можно представить в виде таблицы. У нас тут три строчки и три столбца. В первом столбце у нас указаны действия. Это умножение на 10 и деление на 10. В втором столбце у нас показано, что произойдет с запятой. В третьем столбце показан пример. Давайте посмотрим, как найти изображение для презентации. Изображение для презентации мы можем найти в интернете. Для этого можно воспользоваться браузером. А как ставить изображение в презентацию? Давайте посмотрим. Перед нами меню. Можно нажать на кнопку «Вставка», потом нажать на кнопку «Рисунки». Вот будет выглядеть вот так. Что можно делать с изображением после вставки в презентацию? Давайте вспомним. Можно перемещать. Можно обрезать картинку. Можно удалить картинку. Можно ее повернуть. Можно изменить размер. Вот все эти действия можно выполнить с картинкой в презентации. На прошлых уроках я вам показывала, как это надо сделать. Теперь посмотрим на этот слайд. Для чего нужна выделенная кнопка? Посмотрите, вот, SmartArt. Как вы думаете, для чего нужна эта кнопочка? Эта кнопочка нужна для того, чтобы создать схему в презентации. Нажав на эту кнопочку, перед вами открывается вот такое окошечко. Здесь можно подобрать нужную схему, которая соответствует вашему тексту. Теперь давайте посмотрим, как сделать заголовок на слайде. Или вставить какую-нибудь текстовую информацию. Если мы нажмем на кнопочку «Вставка», перед нами откроется вот такое меню. Чтобы вставить заголовок или какой-нибудь текст, достаточно нажать вот на эту кнопочку «Надпись». Вот, видите, стрелочкой показано. А как вставить таблицу на слайд? Для этого в меню, когда мы нажимаем на кнопочку «Вставка», мы нажимаем на кнопочку «Таблица». Таким образом, посмотрите, при помощи кнопочка «Вставка» сколько различных объектов мы можем добавить на слайд-презентации. Мы можем добавить таблицу, мы можем добавить рисунки, мы можем добавить схему, также можем добавить надпись, которую можем использовать в виде заголовка или в виде какого-нибудь текста. Ну все, дорогие ученики, на этом наш урок закончился. Сегодня мы с вами вспомнили, какие объекты можно добавить на презентацию. Вашим домашним заданием будет выполнить урок 5-6 на платформе. Всего вам хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова